Первый, получается, инцидент у меня произошел в пивнушке, когда я, выйдя покурить, супруга вышла, говорит, меня там, ну, хотели сбить. Я зашел, начал разбираться, но разговор не получилось, так как, ну, выпившие были. Ну, и получилась драка, где в процессе этой драки сломал людям две челюсти. Получается так, что каждый удар и перелом челюсти. Я родился в городе Барнауле. Маму ее потерял в 2003 году, получается. Придя домой, она уже была мертвая. Неизвестна причина смерти. Папу лишил различных прав, потому что он находился в местах лишения свободы. Так я попал в детский дом. Тяжелая была жизнь. Приходилось, ну, и работать, и самому, как бы, ну, обеспечение не столько хорошее было. Последний мой детский дом, это я был в деревне Мамонтово. Ну, а там, как бы, ну, перспектив-то особо не было. Где уголь, где дрова колол. Так вот и зарабатывали. Пацаны с деревни, с ними приходилось общаться. Вышел я с детского дома в 2009 году, когда исполнилось 18 лет. Выйти мне, получается, некуда было. Ну, жилья не было своего. Жил временно, ну, у родственников, у сестер. Так как детский дом не поставил меня на очередь получение жилья. Ну, и все. Потом пытался работать, не получалось. Ну, и встал вот на эту вот линию. Кража. Все воровал. И в магазинах. Ну, все, что плохо лежало, можно сказать так. В 2009 году я ограбил человека и попал в колонию за данное преступление. То ли телефон, то ли золото какое-то было. Стащил и все. И, может, через месяц меня поймали. Дали мне за данное преступление 7 лет. Освободился. Также пытался работать, мыкался. Приходил на заводы, на базы, чтобы меня взяли работать. Ну, и при заполнении анкеты меня отказывали, так как у меня была судимость. Грузчиком работал, разнорабочим. На стройках работал. Потом, видимо, надоело. И тюрьма. Тоже кража произошла. На квартире, по-моему, сидели. То ли пили, то ли что. Ну, тоже золото украл. Все попал сюда уже. Дали мне 2 года. Попал я сюда, в колонию номер 3. Держись-то, ну, ее нет. Свободы не хватает. Когда освободился, спустя 2 года, уехал жить в Москву. Там жил, потом приехал сюда и попал опять сюда. Первый, получается, инцидент у меня произошел в Пивнушке. А когда я уйду покурить, супруга вышла и говорит, меня там, ну, хотели избить. Я зашел, да, начал разбираться. Ну, разговор не получился, так как, ну, выпившие были. Ну, и получилась драка, где в процессе этой драки сломал людям 2 челюсти. И второй инцидент друга провожал на СОО, тоже выпили. Пошли с супругой на остановку и с четырьмя неизвестными людьми тоже произошел сначала словесный конфликт. Так как были пьяны, это все переросло в драку и тоже перелом челюсти. Получается так, что каждый удар и перелом челюсти. В детском доме, да, у нас был кружок бокса. Там прозанимался три года. Потом занимался кикбоксингом уже здесь, в городе Барнауле. Тоже три года прозанимался. И детский дом, он как бы сам по себе такой агрессивный. Там не всех степун-то встречают. Тяжелые жизненные обстоятельства, ну, можно сказать, подтолкнули меня идти заниматься спортом. Сначала для самообороны, потом переросло. Подъем у нас в 6.00, в 6.20. Зарядка начинается. В 6.35 накончается. Потом завтрак. Общеколонийская проверка. Ну и все, и дальше в порядку дня. Я занимаюсь спортом, когда железом занимаюсь, когда в зале бокса. Через день тренируюсь, когда, ну, грудь делаешь, когда ноги, когда плечи. В зависимости, ну, что предыдущее делал. Где пресс, где спин, где турник. Когда я прихожу в зал бокса или в тренажерный зал, забываю, ну, обо всем. Ну, только спорт, спорт, спорт. Спасает мысли тренировки от того, что нахожусь в колонии. Случайно было, приехали за пивом в кафе. Ну, увидел ее. А, получается, у меня брат жил с девочкой. Ну, они подруги. Все, мы уехали, но я эту подругу попросу, чтобы она позвала ее. Ну, все, начали общаться. И все закрутилось, завертелось. Я делал предложение на свободе. Мы не успели зарегистрировать брак. Попал сюда, в место лишения свободы. 7 февраля 23-го года мы зарегистрировались. Но в дальнейшем произошло венчание. Благодарю тебе всякое слава, чести, поклонение от Союзу и Святому Духу. Ныне, пресная веки веков. Аминь, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Ну, я понял, что мне нужна она, мне больше никто не нужен. Просто понравилось. Штамп в паспорте, ну, это одно, когда перед Богом, это уже, ну, совершенно другое. Может, какой-то другой груз ответственности на тебе лежит. Ну, не прям, что с фанатизмом я отношусь, там, к вере. Ну, и никогда приспичит. В основном-то люди обращаются, когда что-то плохое у тебя происходит. Так приходил на свободе, в храмы. Ну, и здесь приходится ходить. Приходишь в церковь, кому-то плохо, кому-то, не знаю, как даже это выразить. У меня какое-то облегчение на душе. Хотел бы кардинально вообще все поменять. Ну, наверное, не попадать сюда больше. За все свои деяния, переломы челюстей, которые нанес людям вред в здоровье, чтобы раскаивать за данное преступление. Не знаю, но им это вряд ли чем-то поможет. Мое раскаяние. Мое раскаяние. Продолжение следует...